Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 6 мая, у нас продолжается такая теплая, хорошая погода. Птички поют, солнце светит. Короче, я продолжаю высаживать томаты свои в открытый грунт. Вчера я вам показала, как я высаживала самые такие неприхотливые, самые выносливые, толстоногие сорта Демидов и Настенька. Но у меня очень много томатов осталось и высокорослых от посева для теплицы. Видите, вот они стоят. Как я говорила, что я всегда сею на запас, вдруг замерзнет, вдруг сломается, вдруг еще какой-нибудь форс-мажор. Но так как ничего в этом году не случилось такого страшного, вот эта вся запасная рассада, она осталась у меня. Но, естественно, я не могу ее проигнорировать и куда-то выбросить. Видите, она уже вся с бутонами. И вот я решила ее тоже высадить в открытый грунт. И здесь снова поднимается тема, та же самая, что я говорила для теплицы. Когда рассада не сильно переросшая, когда она вот такая, вот видите, она все здоровая. У нее хорошая корневая система, я вот сейчас один вытащила, посмотреть. Есть маленьких стаканчиков, но большинство больших, но все равно она вот такая. Она стоит на своей ноге, она тверденькая, все у нее. Вот они, уже куколки, бутоны цветочные вышли. И вот тут встает вопрос, как ее закапывать, углублять, укладывать, или вообще, ну или лежа, или с небольшим заглублением. И тут я повторю все то же самое, что я говорила при высадке в теплицы. Здесь я руководствуюсь характеристиками сорта. Вот эти все у меня сорта остались двухметровые. Это у меня здесь и сибирский изобильный, загадка природы, юбилейный, тарасенко, видите, уже цветут. И поэтому именно эти сорта я решила укладывать лежа. Так, видите, что я с ними делаю? Я весь ствол зачищаю почти до верха, остается раз, два, три, четыре, пять. Оставляю 5-6 листьев, необходимое такое количество, которое на первые дни жизни потребуется. Потом оно укоренится, оно листьев наростит. Но так как они двухметровые, в открытом грунте мне с ними неудобно, на уход за трагмент, я вот из всех этих оставшихся томатов сделала вот таких вот лысеньких. Видите, они у меня уже подготовленные, я их в теплице общипала. Общипала по 5-6 листьев. И хотя я вчера говорила, что это все, все темы взаимосвязаны, хотя я вчера говорила, что нельзя одновременно убирать много листьев, это стресс. Но когда я высаживаю томаты лежа, я считаю это особый случай, то лист я оголяю. И я уже там, невзирая ни на что, удаляю не два листа, как рекомендуют специалисты, а не три, и не три, а столько, сколько мне нужно, чтобы его углубить. Вот смотрите. Просто вот это вот, ну вот загадка природы, она очень высокая. Просто если бы я его стоя высадила, он и так хороший, его можно было бы стоя, если бы я его стоя вот так вот высадила с небольшим заглублением, у него вот представьте, на расстоянии от земли, ой, тоже зацветает, мой хороший, завтра цветок будет. От земли первая кисть была бы только на расстоянии, наверное, сантиметров 40, а представьте, еще 5 кистей. Ну вот как в том году я Казанова ходила и смотрела на него снизу вверх. И где-то там высоко надо мной висели вот эти вот его красные сардельки, сосиски или какая-нибудь пальцы эти. Хочется, конечно, по-другому их назвать, но вот эти вот балаболки висели высоко, и он начинает ветер, он вот так закачивается, раскачивается вместе с колом, и упали несколько штук. Поэтому в этом году, наученная горьким опытом, я вот эти все томаты, ну очень хорошие, прям они, эти все томаты, вот так заглублю. Сейчас, когда я вырою траншейки, уложу их, всю эту предварительную черновую работу сделаю, я тогда камеру включу и сниму вам отдельное видео, то есть подробное. Кому-то достаточно просто вот прослушать информацию, что такие томаты можно пообщипать, уложить лёжа технологию укладки, они уже понимают, видели, они уложат. А кто-то хочет посмотреть прям пошагово, от и до, как вчера я показывала в открытом грунте, вот эти толстяков высаживала. Сегодня покажу, как вот эти длинные, их, наверное, придётся делать, некоторые очень длинные, внахлёст. То есть одна ещё не закончилась, будет уже другая. Ну всё, сегодня у меня на день вот их высадить и на грядку-ленивку демидов, который остался от высадки на грядку простую. Тоже покажу. Вы, наверное, уже запутались, где у меня простые, где ленивки, но я стараюсь объяснить, какие, как я высаживаю, почему именно так. Ну вот демидов, просто ему уже здесь места нет, слишком много мне его не надо, он будет на ленивые грядки. Там по принципу посадил и забыл. Всё.